Говорят, что вертухай у власти никогда не построит процветающую страну. Максимум, что он может построить, это зону. Это я про Путина. Так же, как и мелкий торговец, а Назарбаев в юности торговал на базаре, сможет построить только один большой базар. Оглянитесь вокруг, кругом одни базары и торговые центры, где в основном торгуют китайским средпотребом. Одним словом, не страна, а один большой базар. А где заводы и фабрики, спросите вы? Их нет, потому что это не его уровень. Но ведь это полбеды. Теперь он торгует нашими недрами, нашей землей. А его марионетка Токаев пошел еще дальше. Он торгует нашей независимостью, нашим суверенитетом. Все чаще из его уст мы слышим, что Россия для Казахстана союзное государство, и что нам нет никого ближе и так далее. И оказывая помощь России в обходе санкций коллективного Запада, Токаев подставляет всю нашу страну под удары этих санкций. Если мы промолчим, а все злодейства совершаются с молчивым согласием народа, то мы действительно станем частью русского мира. У нас самая богатая страна в мире, где живет талантливый и трудолюбивый народ, который достоин самой лучшей жизни. И ведь для этого есть все условия. И мы не хотим снова стать младшим братом или мягким подбрюшем России. И мы не должны допустить этого. Поэтому нужна наша гражданская активность. Мы должны быть ответственны за будущее нашей страны и за будущее своих детей. Нынешний режим никогда не породит Стива Джобса или Илона Маска. Нынешний режим будет и дальше порождать Косановых и Мадья Ахметовых. Поэтому давайте менять эту страну. Для этого надо стать активным и вступить в инициативную группу партии Алга-Хазахстана. И мы вместе построим богатую и процветающую, самое главное, независимую страну. Алга-Хазахстан.